всем привет друзья в этом видео поговорим с вами про черный рынок очень интересная забава для танкистов они поднимают невероятную шумиху вокруг этих черных рынков в этом году черный рынок начнется 14 января продлится 5 дней и преобразовался он из черного рынка в официальный аукцион с молотка с 14 по 18 января 5 дней каждый день нас ждет новый лот за который мы сможем делать ставку и определенное количество танкистов которые сделают лучшую ставку получат свою награду за эту цену ставки будут я так понимаю в серебре и свободном опыте у многих танкистов накопилось этого достаточно ну и разработчики дают танкистам забаву для того чтобы слить накопленные циферки в никуда и что-то за это получить возможно даже интересное но возможно и как в прошлом году понаберут каких-нибудь фашей и бабах на которых даже играть толком не будут но потратят огромные суммы на это называя себя коллекционерами я же таких коллекционеров называю обманутыми танкистами но это их дело и так каждый день с 14 января в 12 по москве то есть днем можно будет начинать делать свои ставки в прошлом году можно было делать ставки 8 часов так что вы успеете скорее всего прийти с работы и вечерком все обдумал уставшие после работы сделает свою уставшую ставку заодно к вечеру возможно будет уже понятно какие ставки в принципе надо ставить если лот вас заинтересовал на канале варгейминга вышел видосик в котором была куча пасхалок одна из пасхалок это то что лотов будет 5 остальные это те танки которые будут выставлены на аукцион про 4 танка в принципе все понятно один танк не совсем всего будет пять лотов три из которых 10 уровень и два из которых восьмой уровень получается у нас первый это объект 268 вариант 5 объект 28 вариант 5 это уникальная пт 10 уровня с виду танк похож на т-10 но с более мощной пушкой танк очень долгое время тестировался и пока тестировался был по характеристикам слабоват чё там за эти годы на тестировали апнули его там или нет я честно говоря не знаю корпус от т-10 и огромный лючок на башне вряд ли дадут нормально потанковать надежда только на орудие следующий танчик это тайп 59 голд который уже можно было получить миллион раз и это просто обычный тайп 59 который можно было получить еще больше раз у многих он уже есть у меня есть и обычный тайп 59 и тайп 59 голд не знаю зачем они мне оба вообще в принципе и одного бы хватило да и в целом я на нем наигрался уже давно могу сказать про танк что он вполне себе нормальный но мне лично тайп 59 голд не сильно нравится по внешнему виду глаза жестко вытекают ну а на обычном поиграть в принципе можно танчик неплохой тем более это льготный прям танк 8 уровня ст-шка с неплохими параметрами следующий танчик это 113 бейджин опера я так понимаю это просто 113 который будет типа как акционный на него возможно можно будет просто пересаживать экипаж без штрафа но по сути это просто 113 с плохой броней быстрой скоростью с хорошим пробитием особенно на голде неплохой альфой скорострельностью но броня конечно варя отвратительная это скорее не тяжа жирная ст-шка да и сильным танк сложно назвать ну и следующая десятка тоже китайская тт-10 в 111 килин или по-русски цели не в принципе не суть важно что хочется сказать про этот танк это просто в 111 5 а в стиле такой вот черный золотой дракон который при выстреле пыхтит как дракон в принципе все в прошлом году его можно было уже получить насколько я понимаю это вроде бы акционные просто тт-10 и все причем в за 111 5 а тоже не является каким-то там сверх сильным просто нормальный тт-10 есть танки прокачиваемые куда интереснее и остается у нас еще один танк какой-то 8 уровень какой именно непонятно можете писать догадки свои в комментариях или может быть вы знаете и догадались по подсказкам которые картошка наделал себя в видосе кучу пасхалок там разных но насколько я понимаю это должен быть какой-то уникальный редкий танк е25 вряд ли поскольку обещали его не продавать но недавно его продавали на сайте code for game его можно было купить в аренду поэтому этот танчик точно отпадает хотя кто его знает возможно колесник лт французский 8 левела который можно было тоже получить уже давно бесплатно за марафон в начале 2019 года его можно было получить бесплатно и с того времени он практически нигде особо не появлялся поскольку видимо танкистов колесники так сильно бесят что разработчики решили лишний раз не напрягать игроков колесниками но возможно они сюда всунут его это наверное один из самых редких танков которые можно куда-то припихнуть также у картошки ещё на тесте была очень много танков которые нигде еще не продавались не раздавались и по сути туда можно засунуть огромное количество неизвестных танков а еще на китайском сервере будет танк видимо какой-то уникальный которого не будет на стальных кластерах поскольку некоторые танки которые у нас будут на китайском сервере уже были много раз. И они видимо не удивятся опять одним и тем же танкам. Да и у нас эти танки китайские уже были тоже не первый раз. Честно говоря, меня интересует только какая вторая восьмерка и все остальное мне не интересно вообще. Полуфсраты ТТ-10. Неизвестно какой силы ПТ-10 советская. Тай-59 голд, который вроде бы норм, но из-за того, что он такой уродский по внешнему виду, играть на нем неохота. Остается надежда только на классную восьмерку. Но опять же, за что ее будет продавать. Лично у меня серебра нет. Я даже ранговые бои прохожу без голды и пытаюсь там фармить серебро. Даже немножко ушел в плюс. А вот свободного опыта 150 тысяч вряд ли хватит. Но я знаю, что у игроков ресурсов побольше. И они отдадут за эти ведра огромные суммы своих куч серебра и свободки. На фоне вы видите бой на супер коне. С замечательной сборкой закалка турбина-досылатель. Танк с этой сборкой просто кайфовый. Бой сыгран вне стрима, поэтому никто его не видел. Я его первый раз этот бой вам показываю. Надеюсь, было интересно. Не забывайте подписываться. Стримы у нас каждый день по картошечке. С вами был Варчик, карать красиво. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok